Второе внеочередное заседание городского совета. 20 законодателей местного уровня из 23-35 вопросов на повестке дня. В малом зале Дома культуры были и жители города. По 16-му вопросу об отмене решения городского совета о переименовании улицы Фонтанная в Петра-Каяряк. Его было решено рассмотреть первым. По 16-му вопросу, который мы перенесли, его первым. Единственное, там изначально прокурор совался на отмену всех решений, но после экономические агенты обращались, в частности, улицы Комсомольская, что там уже действительно часть экономических агентов поменяли свои юридические адреса. Для того, чтобы мы сейчас наделали еще больше дров, я бы предложил улицу Фонтанную и улицу Подборную оставить на первоначальных названиях улиц, а именно улица Фонтанная, чтобы осталась в силе, как улица Фонтанная изначально, и также улица Подборная. Поэтому вопросу даже был представлен протест прокурора. Советники долго не могли решить, как поступить, то ли отменять решение городского совета от 14 декабря 2012 года, то ли удовлетворить протест прокурора. Не принять протест прокурора, подклонить протест прокурора, но в связи с многочисленными просьбами жителей улицу Петра Кайрика, это та улица, которая сегодня так называется, переименовать Фонтанную. Отмените решение, когда было переименовать ее Петра Кайрика? Не отменять решение, переименовать, там горсовета, переименовать улицу Кайрика в улицу Фонтанную. После длительных споров советники решили все-таки переименовать обратно улицу Петра Кайрек в Фонтанную. Другой вопрос, вынесенный на повестку дня, который давно ждет своего решения, – должность заместителя мэра города. В связи с вынесением обвинителем о приговоре Сергея Филиппову решением отстранить его от должности, заместитель должен будет исполнять его обязанности. Мы получили объяснение с апелляционной палаты, с государственной канцелярией нашего юридического консультанта о том приговоре, который вынесен в отношении мэра города Сергея Филиппову, по призванию гражданиного факториста 28-й части 1-й. Статья предусматривает наказание и, кроме наказания, имеется еще, что решение права занимать определенные должности сроком на погоду. После консультации с госпожой представителя апелляционной палаты КАХУ Голдура-Олеси, она подтвердила и выяснила, что Филиппов Сергей Николаевич будет отстранен от должности примара только с момента проглашения мотивированного определения, то есть 5 мая 2016 года. Поэтому вопрос действительно серьезный, потому что заместитель, которая сегодняшняя неработа, он не переизбран, однако на законной основе исполняет обязанности. После степления в силу данного приговора заместитель примара, а в случае, если бы он отказывается, любое назначенное избранное Советом и СОР, должно осуществлять первые функции. Выборы, досрочные выборы состоятся 13 ноября этого года, 2016 года, соответственно, с кодексом на выборах. И к этому вопросу необходимо уже серьезно подойти. Я сказал, что мы письменно разослали в конце марта письма, попросили в течение 10 дней предоставить для собеседования кандидата от политического формирования. Кандидатура была выдвинута только одна – Ангелина Гайдаржи от нашей партии, однако достаточного количества голосов она набрать не смогла. Должность заместителя мэра осталась за предыдущим – Сергеем Гаврилица. На очереди еще один протест прокурора, уже по решению Совета и аукциону, по результатам которого сейчас на Аллее Славы строят павильон. Советники предлагают отменить решение от 2013 года о сдаче участка в аренду и удовлетворить протест прокурора. Однако чем это может обернуться, пока неизвестно. Мы считаем, что есть большие риски, что этот застройщик в результате каких-то судебных заседаний может поставить счет к городскому бюджету. Поэтому мы предлагаем пока подкрыть протест прокурора, создать компетентную юридическую комиссию, которая изучит все риски и последствия отмены этих решений и только тогда представить на следующее заседание городского совета. Отмена решений может сильно ударить по бюджету. Экономический агент запросит компенсацию. Как возможно решить вопрос с минимальными рисками, предложил только утвержденный юрист премарии. В случае расторжения договора это либо путем соглашения обеих сторон, либо через судебную инстанцию. Как вариант можно обратиться сначала в судебную инстанцию о расторжении договора, а потом уже если договор будет расторгнут через судебную инстанцию, мы понесем возможно меньшие потери. И если получается еще автоматически уже будут результаты аукциона признаны инстанциями. Вообще еще вопрос в том, что действительно ли этот участок находится в реестре зеленых наслаждений. Это нужно еще подтвердить и доказать, потому что согласно закону необходима консультация граждан только если и оценка инспекции в случае, если это действительно территория зеленых наслаждений. Переносить вопрос на следующее заседание совета не стоит, заметил председательствующий Дмитрий Георгиев. Но если мы не примем никакое решение, то, естественно, никакого консенсия, никто с нами разговаривать не будет. Если вы переживаете, что наше решение будет неправильно, то его отменят, но отменят нехорошо. Но не думаю, потому что мы же понимаем, вы на комиссии выявили нарушение, а вот было зачертано 10 нарушений. С нашей стороны придется брать их на себя, а своим нарушением он должен быть брать тоже на себя. Но то, что это неправильно, ну, мы же понимаем, надо ему предложить в другом месте. Я думаю, что достаточно территории в центре Тарапии, где вопрос на след, что его вообще там, чтобы он исчез. Просто договориться, переместить, учесть там его какие-то затраты и так далее. Ну, договориться можно. Договориться можно и нужно. Я предлагаю ставить вопрос на голосование. Законодательный орган города проголосовал за отмену решения Совета от 2013 года о сдаче в аренду двух участков, где сейчас завершается строительство павильона, поскольку было принято оно с нарушениями со стороны советников и застройщика. Дальнейшую судьбу павильона будут решать или в суде, или полюбовно с экономическим агентом, попытавшись предложить ему альтернативу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова